Микс Ньюс Сегодня мы поговорим о бизнесе другого рода и достаточно, ну скажем, сложной, оказавшемся в сложной ситуации, это социальных предпринимателях. И сегодня в нашей студии вот как раз таки руководитель проектов Ассоциации социальных предпринимателей Латвии Регита Зейля. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. И основатель социального предприятия «Лошади природы» Лига Бродужа. Доброе утро. Доброе утро. Я, честно говоря, вот каждый раз, когда читаю это словосочетание «социальный предприниматель», кажется, что это вот, есть такое выражение там «сухая вода», ну то есть он «оксимирон», как их называют. Вот вроде бы как будто бы абсурд, предприниматель должен стараться выжить до последнего, получать прибыль, деньги, а вроде бы кажется, что социальные дела это больше, ну для самоуправления, государства, самоуправления, которые должны помогать там людям с ограниченными возможностями и так далее. Вот как соединить вот эти два понятия в одном, каким образом? Я понимаю, что это ведь не так давно появилось. Да, конечно, звучит как «оксимирон», но это не «оксимирон», они существуют, и социальные предприниматели, это даже как новые тренды во всей Европе и во всем мире. Мне кажется, что социальные предприниматели становятся популярнее и популярнее, конечно, потому что мы соображаем, что государство и самоуправление не может сделать всё, и мы не можем ждать, что они сделают всё, поэтому и приватный сектор идёт и делает вещи ещё лучше, как самоуправление, как министерство и государство. И поэтому социальные предприниматели, они такие гибриды, конечно, потому что они и бизнес, и с социальной целью, потому что социальное предпринимательство, главное, что в бизнесе социальная цель, социальная цель помочь или какой-то группе, или всем и решать какую-то социальную проблему. В Латвии мы о социальном предпринимательстве говорим где-то с 2007 года, когда появились первые исследования про социальное предпринимательство. В Латвии, потому что мы видели, что есть такие организации, которые работают или как Бедриба, и негосударственный сектор, или как в других рамках, но они делают свою вещь, социальную целью и работают как бизнес. И поэтому появился такой интерес, чтобы посмотреть, как это может работать. И поэтому началась работа, чтобы и появился тоже закон о социальных предпринимателях. Каким образом всё-таки люди заинтересованы, чем они могут быть мотивированы, заинтересованы, чтобы стать социальным предпринимателем? Если мы говорим о конкретном человеке, как он может… Из-за этого мы начали свой бизнес, ну как простой прокат для лошадей. И вот начали понять, что мы что-то делаем неправильно, потому что лошади как бы работали, мы тоже работали, бизнес как бизнес, но лошади начали пугаться нас, бежать от своей работы. И тогда мы начали исследовать, что мы делаем неправильно. И мы поняли, что в принципе это прокат, такой большой хороший прокат, лошади хорошо работают, работают долго, че что… А это в принципе это насилие. И мы начали думать, что делать и поняли, что с одной стороны нам надо получать добычу, чтобы мы могли жить, платить зарплату, кормить своих лошадей, которые у нас работают… Которые не работают, которые у нас живут, ну и немножко работают. И с другой стороны, вот от этой добычи мы можем давать обществу в таком плане, что давать лошадьми свое знание, как они могут жить лучше. Так что получается, с одной рукой мы берем деньги как бизнес, но с другой, как с оттяной мероприятий, мы даем, чтобы помогать в нашем случае лошадьми в Латвии, которые живут. Ну вот все адабы зерги, здесь я посмотрел, есть очень много интересных, ну вот было таких акций, и в частности можно было вот адапте зергу. То есть это вот практически, ну как в русском языке вот сложно всегда перевести, потому что нет вроде бы адаптировать, но… Адопцию, да. Да, вот адопция вот этого такого понятия, ну как-то оно немножко вот не прижилось, но тем не менее все понимают, что это значит, может быть, вот как это вот происходит, то есть вот каким образом… Я понимаю, что можно собаку взять там из приюта, можно кошку взять, а вот как лошадь вроде не приведешь же к себе там в двухкомнатную квартиру. Ну вот у нас есть, наш основной бизнес – это пансион лошадей. У нас частные лица приводят своих лошадей, например, вы живете в Риге, у вас принадлежит лошадь, и вы хотите его где-то держать. И вот около Риги очень много конюшен, есть большой выбор, но есть люди, которые выбирают нас, потому что мы делаем все немножко по-другому, привозят свою лошадь. Ну вот у нас есть лошади, если ты хочешь попробовать, как это есть, когда у тебя своя лошадь, ты можешь приехать к нам и сделать вот эту адопцию на месяц. И те чувства, такое, как бы у тебя принадлежит своя лошадь, и ты можешь попробовать, как это быть со своей лошадью, но на месяц получается. И когда ты попробовал и понял уже, как, в принципе-то, это, во-первых, дорого, сколько время это тебе требует, что лошадь – это не игрушка, тогда ты, может быть, подумаешь, надо тебе лошадь, или если ты остаешься, тогда тебе точно надо уже учиться и думать, и дальше понять вообще, сколько ресурсов такая лошадь от тебя требует. Вот ты и смысл вот всей этой услуги. Да, попробовать, как это есть. Ну, еще я знаю, что есть возможность, например, покормить лошадь, то есть у вас есть, ну, такая вот именно, не знаю, как это назвать, не акция, а услуга, вот действительно услуга, что можно, заплатив деньги, увидеть, как на твои деньги приобретен там какие-то вкусняшки для этой лошади. Да, есть такое. Это хорошая акция, мы ее придумали, когда начался кризис в марте, мы поняли, что у нас доходы, поскольку у нас основной доход – это туризм, туризм, все, ничего не происходит, все клиенты звонят, что они не будут к нам приезжать. Ну, вот мы придумали, что мы можем делать. Мы придумали такую акцию, она была, она до сих пор довольно популярная, но в марте очень популярная. Было, ну, из-за какой причины? Ты перечисляешь нам деньги, небольшую сумму, и мы за эти деньги покупаем морковку, биологическое хозяйство нам торгует, это уже местные, которые наши сельские хозяева, которые выращивают, это тоже хорошо, обмена информацией и денег между нами, местными. Вот и мы покупаем этот килограмм морковку, выкормляем лошади, снимаем видео, этот видео отсылаем либо тому, который заказал, или оставляем в своих социальных сетях и говорим спасибо. И вот и у нас получается, один килограмм идёт, деньги за морковку идёт у сельского хозяйства, а оставшиеся деньги остаётся у нас, и мы можем прокормить своих лошадей, потому что весна это было так трудно пережить вот это время. Сейчас мы как-то уже освоились, как-то уже умеем выжить, но в то время это было очень трудно. Понимаешь, что, ну да, реггет уже тоже может подтвердить, что время, весна была трудно для социальных мероприятий. У нас есть звонок, я вас попрошу, может быть, вас надеть сейчас наушники. Да, пожалуйста, доброе утро. Что вы хотели спросить у наших гостей, у социальных предпринимателей? Доброе утро. Как вы относитесь к лошадям, которые до сих пор на селе работают, в Слаткале? Там до сих пор, даже у моих родственников есть лошадь, которая не обрабатывает зиму. И второй вопрос. Когда у вас, ну, всякое бывает, ну, закончатся лошади, будете ли вы новых заводить специально для вашего приюта? Спасибо. Спасибо. Да, вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что лошадей по-прежнему используют для сельскохозяйственных работ? И вот, ну, является ли это тоже насилием? Нужно ли как-то с этим бороться? У насилие много лиц. Если мы хорошо ухаживаем за своей лошадью, если лошадь живет в табуне, не в одиночку, потому что лошадь, она, как и мы, очень социальное животное. Если мы хорошо кормим, если инвентар подходящий, если хозяин с хорошими знаниями о психологии, лошадь, мы не против. Потому что лошадь может работать, и она настолько душевное животное, что она, если понимает цель работы, она может отдать все для своего хозяина. И сельская работа как такая неплохая. Все зависит от того, как лошадь… Что мы делаем во время работы с лошадью и что происходит после того, когда она заканчивает свою работу. Потому что для мышц, для физиологии это неплохо. Это, ну, работать мы… Лошадь, она может работать. Так что да, это по поводу первого вопроса. А по поводу второго у нас… Я бы даже его переформулировал, что ожидает дальше лошадей. Потому что мы понимаем, что ведь мы становимся все более и более индустриальным обществом. И постепенно, ну, вот необходимость в том, чтобы содержать лошадей для сельскохозяйственных работ, уходит. Трактором можно сделать гораздо больше. Вот что дальше будет с лошадьми? Так и есть. Но не остается, во-первых, это хобби лошади, которые для семьи, для прогулок по лесу, ну, разные виды. Это как друг. Это даже не сельскохозяйственное законодательство, он сельскохозяйственное животное. Но, по-моему, чувство, это то же самое, что икота-собатка. Не домашнее животное, но животное для сердца. Вот эта категория, там и он сейчас переходит. Либо второе, ну, это очень маленький процент, это лошадь, с которой спорт идет. Ну да, это вот то, где мы используем лошадь сейчас. То есть, получается, вот ваше, ну и теперь, вот, может быть, вопрос самого слушателя. То есть, ваше предприятие, вот, да, зерги, если постепенно, вот, ну, скажем, лошади будут уходить из жизни, там, ну, вот, что-то происходит, будете ли вы продолжать этот, ну, вот, бизнес, социальный бизнес? Да, мы как раз, мы отличаемся от того, что мы сами не приют. Мы лошадей как приют не принимаем, потому что мы не можем излечить каждую одну лошадь. Мы, наша цель, это информировать общество по поводу того, как лошадь видит мир, что насилие, по поводу вопросов насилия, информировать, чтобы люди начали увидеть лошадь, как не как раб, который должен для нас работать, но как животные, очень интеллигентные, очень умные. И мы начали с ними дружить, сделать в таком плане лошадиный мир лучше. Из-за этого, ну, например, у нас, у меня тоже в субботу я должна была засипеть свою любимую лошадь, потому что она была очень молодая, но неизлечимым заболеванием генетическим. Рассказать, как это больно было, я не могу. Как я переживаю, я тоже не могу рассказать, потому что я ожидала этого случая, я знала, что это будет, и тем более больно было, потому что не был так. Вот один день что-то случилось, я готовилась к этому, это произошло. И вместе я буду, я думаю, что лошадь вместе придет, его, на место его, но это будет, я и буду его покупать, не принимать как на приют, потому что у нас довольно часто звонят и говорят, вот у меня старая лошадь, ей 20 с чем-то лет, она всю жизнь у меня проработала, сейчас она начала хромать, например, давайте возьмите и лечите эту лошадь. Я говорю, а почему? Она же всю жизнь тебя проработала, она служила тебе как хорошая, рожда, ну давай дай ему последнюю эту даже, ну пулю или как это сказать, и отпусти эту лошадь, не мучай. Почему? И ты отдаешь свою лошадь, которая тебе проработала всю жизнь для тебя, денег доносила, ты просто отдаешь кому-то в какой-то приют. Почему? Ты должен. И в Латвии это хорошо, что у нас есть традиции, что все-таки из-за этого я наших лошадей, людей очень уважаю, что наши старые лошади остаются в конюшнях и доживают до конца. Из-за этого, потому что в Европе это не норма, а в Латвии это норма. Еще звонок в нашу студию. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Хотел бы узнать, а как, скажите, есть кладбище для любимых животных? А тут как быть? Спасибо. Я-то был, когда я был в Средней Азии, ну, скажите, там культура такая, что их ели. То есть тех, которые умирали, лошади? Нет, нет, до определенного возраста они заживали, ну, в том же табуне. И потом их утилизировали, утилизировали на наш комбинат. Ну, понятно. Ну, вот тоже я бы разделил здесь на два вопроса. Ну, вот такая традиция, которая, ну, была у, ну, я понимаю, у кочевых там, наверное, народов. То есть у них, понятно, свои традиции, насколько сейчас это этически приемлемо. Ну, и второй вопрос, наверное, что делать, если умирает? Потому что если умирает, там, ну, не знаю, кошка, собака, то там понятно. А вот если с лошадью? Да, оба вопроса довольно трудные. Потому что в Латвии до сих пор можно есть лошадей. И у нас уже нету, их не убивают в Латвии, их возят в Литву. И потом как мясо уже привозят обратно. Это, да, мы до сих пор съедаем лошадей. Такое есть. Должно бы, например, если покупаем колбасу, сейчас должна быть отметка, что там внутри лошадейное мясо. Да. Ну, и, например, в 60-х годах и в Литве были два, как бы, аудетовы. Мест, где выращивали лошадей для мяса. Это было не тогда, 50 лет, ну, 60 лет тому назад выращивали в Литве лошадей для мяса. Ну, сейчас уже вопрос эстетический. Будем кушать, не будем, как мы его смотрим. Уже как на друга или как на сельскохозяйственного животного. Из-за этого в моей мокриве довольно много людей, которые вообще мясо не кушают, не ест. Из-за того, что они говорят, ну, как отличается овца, свинья и лошадь. Это все животные с чувствами и с душами. Ну, так. По поводу второго, по поводу кладбища. У нас есть падбишка, которая в Латвии одна есть, где можно похоронить лошадь. Легальная, довольно дорогая, насколько я знаю. Ну, не хочу врать, потому что точно не знаю. Но, в принципе, это тело лошадей, которые умирают. Мы должны отдавать ПВД. Как бы, ну, есть специальная машина, которая приезжает, забирает эти тела и потом увозит и сжигает их просто. Да, это легально. Но, я знаю, нелегальные, когда люди не могут отдать своих лошадей, потому что это… Ну, как мы собаку, котам, мы стараемся около дома, в огороде, в которых есть такая возможность. И люди иногда их хоронят вот так, своих лошадей. Ну, это, конечно, по секрету делает, потому что это друг. Ну, а вообще, если говорить о том, вот мясо каких животных, в принципе, запрещено в Латвии есть? То есть, я понимаю, что вот вызывают всегда возмущение там о том, что в каких-то странах едят собак и даже выращивают. То есть, это… Ну, я знаю, что можно купить для курма собак и крокодильное мясо в Латвии легально. Так что, по поводу собак, котов, думаю, что нет, но по поводу крокодилов точно можно купить. Страусов тоже там. Страусов, ну, да, это уже то, что мы съедаем. Говоря, вот возвращаясь, может быть, к общему социальному предпринимательству, мы так ушли немножко вот в отдельную такую сферу, но она вызвала, я понимаю, тоже интерес, да, у слушателей. Ну, интересная, да, сентимент, у людей. Насколько вот сейчас COVID-19, вот это вот коронавирус вмешался в социальное предпринимательство и насколько, ну, сейчас вот социальным предпринимателям эти новые какие-то условия создают трудности? Да, конечно, как у всех в бизнесе, как у всех предпринимателей и для социальных предпринимателей COVID-19 сделал какие-то изменения. И, конечно, это было трудно, потому что в социальном предпринимательстве тебе не надо только думать о бизнесе, но и о социальной цели. И поэтому тебе как бы надо думать о том и о другом. И поэтому это было не то, что трудно, но очень трудно. Но, конечно, мы видели и таких, которые сделали новые инновации, как и Лига говорила, что у нас, мы видели, что очень многие социальные предприниматели, они бойцы, и они хотят делать то, что они делают. И они с первого раза не упадут, они будут делать всё, чтобы выжить и чтобы делать хорошее. Потому что, прежде говорили о мотивации, тогда в большинстве ситуаций у социального предпринимателя главная мотивация – это персональная. И он увидел какую-то проблему, он почувствовал его на себе, или он понял, или он увидел где-то в своём кругу, что есть такая проблема. И он очень персонально мотивирован это делать и работать над этим вопросом. И ещё больше, если ты уже знаешь, что те услуги, которые есть у государства или у самоуправления, они не работают. И ты хочешь сделать лучше, ты хочешь сделать лучше для себя, может быть, для своих детей, может быть, для своей семьи. И поэтому ты делаешь, и ты делаешь это с механизмом бизнеса. И уже придумаешь какой-то механизм, как ты можешь за это деньги брать. И поэтому в ковид-кризисе мы тоже видели, что очень многие придумали новые инновации, новые услуги, новые продукты, которые они уже делали. И мы видели, что все выжили. И мы очень рады за это. Конечно, сейчас опять всё трудно. И, например, очень многие социальные предприниматели работают в сфере образования. И, как мы знаем, сейчас образование кончено после школы и для детей, и для взрослых. И поэтому сейчас тоже такое трудное. Многие идут в онлайн, но, конечно, в онлайн это уже не то, как мы знаем. И поэтому было много таких проблем. Но я вижу, что социальные предприниматели те, которые продолжают делать. Это самое главное. Какая помощь от государства сейчас оказывается ли вообще, и какую помощь нуждаются социальные предприниматели? Самый главный такой опор сейчас для социальных предпринимателей – это грант «Алтум», который для социальных предпринимателей. И это грант с 90%, и тебе надо только 10% своих финансов. И, конечно, «Алтум Грант» был тот, который тоже помог очень многим социальных предпринимателям пережить этот кризис. Но, конечно, не для всех, потому что не все социальные предприниматели… У них был этот «Алтум Грант», но, конечно, это была очень большая опора. А так, конечно, для социальных предпринимателей – это то же самое, что и для всех в бизнесе. Когда был кризис, тогда тоже были эти паб-олсты, которые были и все такое. Но таких специальных только для социальных предпринимателей не было. Но, конечно, это нормально, что мы все в бизнесе, и все бизнесмены, и то самое, и что для всех. Но можно ли все-таки говорить о том, что социальные предприниматели нуждались бы все-таки в каком-то особом отношении, потому что они выполняют не только… Ну, это не только как бы бизнес, но и это выполняет социальную функцию для общества, которая очень важна, и их нельзя ставить просто наравне с другими предпринимателями. Я думаю, что да, мы нуждаемся в каком-то механизме, который бы помог еще больше. И в этом вопросе очень большая часть, конечно, самоуправления, которое может делать все, чтобы у них было больше социальных предпринимателей, и помочь делать хорошую экосистему, и хорошую систему отпора, и сотрудничество с социальными предпринимателями. И поэтому самоуправление – это такое очень-очень важное для социальных предпринимателей, потому что как бы закон социальных предпринимателей дает немножко-немножко льгот налог, но это, конечно, очень специфически, и не всегда для социальных предпринимателей это работает. Но, как мы знаем, в нашем краю налоговые льготы не хочет так дать, и, конечно, это всегда вопрос о бюджете, о том, что всегда будет кто-то, кто это использует для себя, и поэтому льготы, конечно, всегда такой очень трудный вопрос. И поэтому я думаю, что самое лучшее – это когда самоуправление уже делает какие-то механизмы, чтобы помочь социальных предпринимателей, которые есть у них, или которые могут уже там появиться, потому что очень много – это проактивная работа, и делать все, чтобы сделать хорошую экосистему, в которой социальные предприниматели уже могут вырастать, и помочь самоуправлению социальными проблемами, конечно. Ну, вот я как раз и думаю, что самоуправление, может быть, поскольку оно ближе к предпринимателям, оно может, ну, само понимать, ну, там проще понимать, может быть, ну, если мы говорим о государстве, то мы понимаем, что государство всегда боится, что не слишком ли мы много денег отдадим, и не обманут ли нас, не воспользуются ли там нечестные люди для того, чтобы получить какие-то незаслуженные льготы. Но вот для самоуправления ведь, мне кажется, очень всегда выгодно, если, ну, вообще как-то логичнее, если люди с ограниченными, например, возможностями могут не просто получать деньги, вот им просто будут давать деньги, они будут чувствовать себя, во-первых, нужными, то, что они могут зарабатывать, могут каким-то образом трудиться, и это, ну, гораздо больше, чем просто дать какое-то пособие человеку, ну, он просто будет осознавать свою возможность. Ну да, мне кажется, то, что надо самоуправлением понять, это то, что социальные мероприятия, каждую услугу может сделать дешевле, чем самоуправление, потому что мы в бизнесе, и мы все время думаем, как делать качественно, но дешевле, мы планируем. Иногда у самоуправлений эта система настолько большая, потому что они должны, за день, который у них есть, они должны кормить всю большую систему. А, например, в наших мероприятиях у нас есть такое, что система очень маленькая, а то, что мы можем сделать, это уже, как бы, это то, что, как бы говорят, у нас есть, то, что мы можем делать, и общество, это в результате очень большое. И вот это то, что должны они понять самоуправление, что сотрудничая со социальными мероприятиями, мы делаем не только хорошую работу, мы помогаем обществу не тратя ресурсов, которых мы понимаем в эти времена вообще, их нету, даже не в плюсе, мы все время в минус, у нас нету ресурсов. И то, что еще хорошо, что мы умеем, как у нас получается дешевле, потому что, например, у нас в Даба-Зерге, у нас есть люди, которые в свое свободное время приезжают и помогают нам не как в репротегии. Волонтеры, да. Как волонтеры, да. И в результате, конечно, если самоуправление должна платить зарплаты всем за что-то, она не принимает волонтерство, она не может принять волонтерство как такое. А у нас в законе написано, что мы можем принять работу волонтеров. И получается, например, мы что-то делаем, ну, например, мы делаем концерт, и у нас половину работы сделают волонтеры. Конечно, это все будет в результате дешевле ресурсов. И люди будут, и в нашем округе, например, в результате люди, они здоровее, ну, как эмоционально, потому что, как люди, они рады, потому что они делают хорошую работу. Мы все, как люди, в принципе, люди хорошие. Они хотят делать хорошую работу. И мы вот социальные мероприятия даем эту возможность делать хорошее для других людей. А волонтеров много ли людей, которые хотят стать волонтерами? Почему люди идут волонтеры? Ну, как сказать, мало или много? Нам кажется, что много. Потому что каждая, у нас, например, как всегда, работы всегда больше, чем ты можешь делать. Например, у нас сейчас такая, у нас зимой очень много работы получается такой физической, мужской работы, работая лошадьми. И вот не остается времени, чтобы делать маленькие вещи. У нас приезжают волонтеры и говорят, что мы можем вам помочь. Мы говорим, например, вот давайте, вы можете что-то покрасить? Ой, да, вы с детьми, семьи с Риги приезжают к нам. И говорят, у нас в Риге квартира. Суббота, воскресенье, если хочешь где-то выехать, это все либо платное, или там были уже 20 раз. И толка никакого. Ну, по парку погуляли, ну, дети тоже погуляли. А вот нет вот такой душевной радости. И вот они приезжают к нам, делают работу. Пару часов, сколько дети могут. Потом прогуляли по лесу, покормили наших лошадей. И они, во-первых, получили радость из своей души, а во-вторых, показали своим детьми, как работать вот такую сельскохозяйственную работу, откуда вот приходит, например, хлеб, который мы кушаем. Ну, это так, если сравнить, да, они показывают, как вещи делаются, какая трудная работа это. Это уже образование. Нашим слушателям напоминаю, что в нашей студии руководитель проекта с Ассоциацией социальных предпринимателей Латвии Регита Зейля и основатель социального предприятия Даба Зерги, Лига Бродужа. Телефоны в студии 67212-93-9, 67213-93-9. Но вместе с тем, вот несмотря на то, что, казалось бы, так здорово для государства, для самоуправления. Вот то, что появляются социальные предприниматели, которые берут на себя какую-то часть функций, ну, вот опять-таки, которые выполняло самоуправление, что помощь нуждающимся, помощь людям с ограниченными возможностями. Тем не менее, вот, по-моему, стать социальным предпринимателем становится все сложнее. Ну, во всяком случае, по-моему, в этом году были какие-то ограничения. То есть, или... В этом году ограничений как бы еще больше не было, но... Ну, было в прошлом году, по-моему, да? В 2018 году был основан закон социальных предпринимателей. Ну, сложно или нет стать социальным предпринимателем, это, конечно, тоже такой релативный вопрос, потому что, если ты делаешь то, что ты делаешь, это не трудно. Но, конечно, закон уже дефинировал, что социальное предпринимательство такое, у которых есть статус социального предпринимателя. Но мы сейчас видим, что после два с половиной года все же есть такие, которые не идут в этот статус, но все же работают как социальные предприниматели. И поэтому мы уже говорим о социальном предпринимательстве как такое деятельство и как образ жизни. И, может быть, ты делаешь это в других рамках или в других юридических понятиях, но этот статус социального предпринимательства, его не так трудно уже достать, или если ты понимаешь, что ты делаешь, если ты уже понимаешь этот процесс, который надо пройти. Конечно, что есть трудности, и есть что-то такое, где надо подумать, может быть, больше. Но, конечно, это потому, что есть несколько сеток, которых надо пройти. Потому что тоже не государство, и мы тоже не хотим дать этот статус просто всем. Или просто всем, кто делает немножко что-то хорошее, или просто делает только бизнес, но говорит, что вот я делаю тоже что-то хорошее, но нет никаких результатов, и мы уже не видим, что есть какие-то перемены. И поэтому самое главное, что можно увидеть эти перемены, которые бизнес делает, и что есть социальное влияние. И социальное влияние, конечно, это самое важное в социальном предпринимательстве. А если мы говорим про людей с ограниченными возможностями, ну, про инвалидов, какие возможности их использования? Здесь есть какие-то специфики, то, что они с удовольствием ли берутся за работу, с удовольствием ли их берут предприниматели на работу, нет ли здесь каких-то сложностей? Использовать их, конечно, не надо, как и лошадей, но, конечно, люди с ограниченными способностями, они одна из групп, которые могут работать в социальных предпринимателях. И, скажем так, трудности есть, если этот бизнесмен никогда не работал с людьми с ограниченными способностями. Но наши члены, социальные предприниматели, они такие, которые уже 10 или 15 лет уже работают с этой группой. Они уже знают, что они могут сделать, что они делают в каждый день, какие их способности, как они могут работать, и что самое лучшее, что они могут сделать. И поэтому они на этом, на этих знаниях уже могут делать уже какое-то предпринимательство, и уже работать вместе с этой группой и понять, какой самый лучший механизм, что мы можем делать. Но, конечно, если есть просто такой бизнесмен, и он говорит, ну да, я просто дам работу одному человеку с ограниченными способностями, и я буду социальный предприятель. И вот я сейчас вот, просто чтобы было все для... Ну, для галочки. Для галочки, для... Чтобы вот я мог пройти этот вот путь статуса социального предпринимательства, тогда, конечно, ну это будет трудно, и трудности будут. И, конечно, это не так легко, там очень-очень много трудностей, и, наверное, мы все знаем, что это и про то, как много эти социальные группы могут работать, как они работают, что они могут сделать. Они могут сделать очень-очень многое. Но, конечно, если вы уже знаете, и если вы уже работали с этой группой, и понимаете, как лучше это сделать, и как лучше сделать среду, которая работает для всех. Ну что же, спасибо большое. Социальные... Вот тема социальных предпринимателей, сегодня мы говорили на эту тему, руководитель проектов Ассоциации социальных предпринимателей Латвии, Регита Зейла, и основатель социального предприятия, Даба Зырги, Лига Брод уже сегодня были в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. И всего доброго вам. Спасибо. 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 Спасибо.